Виктор Франкенштейн Поехали! Настала эпоха инноваций и прогресса, когда величайшие умы человечества расширяют рамки возможного и проникают в глубины непостижимого. Мой друг Виктор Франкенштейн Один из таких умов Есть такие книги, которые невероятно трудно поддаются экранизациям. К ним можно отнести «Над пропастью варжи» Джерома Селленджера или «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Но есть и такие, по которым кино будут снимать вечно. Это и Шерл Холмс, и «Дракула», и «Красная шапочка», и многие-многие другие. К ним еще можно отнести книгу «Франкенштейн» или «Новый Прометей» за авторством Мэри Шелли, очередная вольная экранизация которой выходит на этой неделе. «Я мечтаю о мире, где надежда вытеснит страх, где калеку можно вновь поставить на ноги. Что, если мы сможем дать всем живым существам шанс, которого они достойны?» Новый взгляд на фантастическую историю безумного доктора Виктора Франкенштейна и его наследия в виде ужасного монстра. На этот раз с точки зрения его помощника Игоря. За историю Виктора Франкенштейна, рассказанную с точки зрения его помощника Игоря, отвечает довольно-таки интересный режиссер Пол МакГиган, снявший картины «Одержимость» и «Счастливое число» с Левина с Джошем Хартнетом, а также один из создателей культового сериала «Шерлок». В главных ролях же здесь снялись люди, не нуждающиеся в дополнительном представлении – Дэниел Редклифф и Джеймс Маковый. «Что ж, я поражен. Еще одного создадите?» «Да, и даже ни одного». «Советую поостеречься. Жизнь – священное творение. Я мечтаю о миллионной армии бессмертных бойцов». «Виктор, вы говорили, что все это ради жизни. Ради того, что важнее жизни». По всей видимости, в кино нас ждет блокбастер-версия романа, однако имеющая куда большее сходство с драмами Джеймса Уэйла и Кеннета Браны, нежели монструозные поделки вроде прошлогоднего «Я, Франкенштейн». И если вас не воротят от самого явления постмодернизма и новых трактовок, то наверняка для вас «Виктор Франкенштейн» – одна из самых ожидаемых премьер недели. Так что сходите в кино и сравните версию Пола МакГигана с многочисленными предыдущими и выберите для себя самую лучшую. Вы убийца! Вы будете гореть в аду! Госдепу нужен специалист по противодействию экспансии наркокартелей. Это не моя сфера. ФБР! На экранах еще один участник конкурсной программы Каннского кинофестиваля этого года – убийца Дани Вильнева. На американо-мексиканской границе женщина-полицейский по имени Кейт Мерсер сопровождает двух рейнджеров, которые преследуют наркобарона. Ее кошмар только начинается, ведь по ту сторону границы понятие закона лишь относительно. Твои американские мозги будут кипеть, но в итоге ты все поймешь. Нас пасут слева. Подозрительная машина на 9 часов. Пистолет достань. Канадский режиссер Дани Вильнев был давно известен зрителям как интересный автор сильных независимых работ, получающего призы на крупных международных кинофестивалях. Водоворот, политех, пожары были, как говорится, широко известны в узких кругах. Однако после выхода отличной жанровой работы пленницы о нем узнала более широкая аудитория, которая после убийц уверен только увеличится. Главную партию в убийце сыграла Эмили Блант, для которой эта роль, возможно, стала лучшей в жизни. И номинации на «Оскар» здесь, похоже, не избежать. Ну а на вторых ролях здесь не последние в Голливуде люди. Джон Бентрал, Бенисио Дель Торо, Джош Бролин и многие другие. Я была приманкой. Стоять! Не надо было тебе это видеть. Он работает на конкурентов. «Убийцы» — это крепкий тиллер с интересными сюжетными поворотами и захватывающей атмосферой, которую Вильнеф умеет создавать, как никто другой. С другой стороны, немножечко жаль, что теперь он крепко осел в Голливуде и сделает два фантастических фильма. «История твоей жизни» и «Бегущий по лезвию 2». Ведь в таких проектах легко потерять свой фирменный почерк. Впрочем, это уже история грядущих дней. А пока сходите в кино на убийц. Обеспечивая нам управляемый хаос. Я всем расскажу, что вы сделали. Это будет большой ошибкой. Начиная с 2006 года, студия Pixar выпускала по одному полнометражному фильму в год. Однако 2014-й пришлось пропустить. Из-за увольнения режиссера Бобы Питерсона с поста постановщика мультфильма «Хороший динозавр». И, казалось бы, проект может кануть в лету, но студия все-таки довела начатое до конца. И в этом году, вслед за головоломкой, мы все-таки увидим хорошего динозавра. По сюжету динозавры не вымерли, а эволюционировали в разумных существ. И живут, и здравствуют на земле. А вот люди остались на довольно примитивной стадии развития. Фильм расскажет историю дружбы, динозавра и маленького мальчика. По сути, хороший динозавр эксплуатирует классический сюжет о человеке и собаке. Однако в роли разумного существа здесь выступает молодой бронтозавр Арло, а в качестве его питомца – человеческий малыш Спот. На экране нас ждет одна из красивейших работ Pixar с великолепными первобытными пейзажами и трогательной историей о дружбе во враждебном мире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Отдельного внимания заслуживает тот факт, что хороший динозавр наряду с головоломкой – это один из долгожданных оригинальных проектов, за которые студию и ценят больше всего. Следующий фильм, не являющийся чем-либо продолжением под названием «Кока», мы увидим только в 2017-м. А в остальном в репертуаре Pixar будут царствовать только франшизы. «Тачки 3», «История игрушек 4», «В поисках Дори» и «Вторая суперсемейка». Так что сходите в кино на хорошего динозавра и посмотрите свежую и оригинальную историю в ожидании приключений уже полюбившихся вам героев. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА «Славься, Макбет! Славься, Макбет! Славься, Макбет! Славься, Макбет!» «Приветствую, Макбет, грядущий наш король». На неделю раньше США на российских экранах Макбет Джастина Курзеля. «Я знаю, что готовит нам судьба. Король грядущий, славься». «Любовь моя, сегодня к нам пожалует Дункан». Перед нами история шотландского полководца Макбета, который, поверив в предсказания ведьмы-пророчицы, вместе со своей супругой вступает в скользкую и грязную борьбу за королевскую корону. «Убивают! Убивают! Беги!» «Гнездятся скорпионы под короной». Одну из самых известных пьес Уильяма Шекспира и Макбет переносили на киноэкран десятки раз. И самыми известными экранизациями являются, наверное, версии Акиры Курасавы, Орсона Уэлса и Романа Полански. Ну а очередную экранизацию доверили австралийцу Джастина Курзелю, Каннскому лауреату за фильм «Снежный город». «Былое не вернешь». Роль Макбета исполнил находящийся на пике своей карьеры Майкл Фассбендер, леди Макбет, Марион Котиар. Ну и отметим также участие Элизабет Дибики, Шона Харриса и Дэвида Тьюлиса. «Жизнь словно ускользающая тень. Почет. Любовь. Друзья. Не для меня. Мой удел проклятий». В целом новый Макбет — это отличная экранизация для нынешнего поколения. Яркая, кровавая, без излишней театральности и с приличным влиянием кинокомиксов последнего времени. Недовольные наверняка найдутся, равнодушные вряд ли. Макбет. Кровь порождает кровь. Славься, Макбет! Славься, Макбет! Славься, Макбет! Макбет. В кино с 26 ноября. Это Мария Белла Джеймисон. Моя бабушка. А это мой дедушка. Эм Найт Шималан — фигура в мире кино одиозная. Мастер минималистичной режиссуры и напряжения. Некогда один из самых многообещающих новичков Голливуда и преемник традиций Хичкока, снявший такие хиты, как «Шестое чувство», «Знаки» и «Неуязвимый». Во второй половине нулевых он фактически продал душу коммерческому кино, сняв два наипровальнейших по всем фронтам фильма «Повелитель стихий» и «После нашей эры», фактически погубив зарождавшуюся франшизу и кинокарьеру Джейдана Смита. На этой неделе он возвращается к своим творческим истокам, а именно жанровому малобюджетному кино, о чем и говорит его новая работа «Мистический триллер «Визит». Камень, ножницы, бумага! Поживем у них недельку. Много лет назад она бежала из родительского дома без оглядки и с тех пор старалась не вспоминать события той самой ночи. Теперь у нее уже взрослые дети. Однажды они получают приглашение от бабушки и дедушки, которых никогда не видели прежде и решают нанести им визит. Спать ложимся в 9.30. После этого запрещено покидать комнату. Спокойной ночи. И вам. Критики в целом остались довольны, отмечая сильную историю, хорошую режиссуру, напряжение и, как это ни странно, юмор. В этом Шималану помогли малоизвестные актеры Оливия Де Джондж, Эд Оскинбульд, Диана Данаган и Питер Макроби. Бабушка! Что сейчас было? По-моему, с ней что-то не так. Бабушка в порядке. Они какие-то чудные. Я ждала этого звонка. Они немного странные. А почему она уставилась в колодец? Привет, дедушка! Разумеется, визит не тянет на возвращение в режиссеры А-класса, однако выглядят настоящие претензии на выход из забвения. Будет ли режиссер продолжать в том же духе, узнаем только спустя некоторое время. Однако посмотреть эту картину вы сможете уже на этой неделе. Так что призываю всех любителей пощекотать себе нервы, отбросить предрассудки и посмотреть визит. Любовь родственников не знает предела. Мама, с бабушкой и дедом происходит что-то неладное. Они пожилые люди. Я его чистил. Что в том сарае? Бабушка! Ты там? Дорогая, полезай-ка в духовку и протри ее изнутри. Стой, бабушка, нет! Визит. Вам не надоело играть в террориста и заложников? Может, договоримся мирно, а? Я педагог в 40-летнем стаже. Это уже не дети. Это ослабленные организмы, не способные к обучению. Главная российская премьера недели – это училка Алексея Петрухина, которую в Уфе представили сам режиссер, а также актеры Андрей Мерзликин, Екатерина Шмакова и Алексей Лукин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Школьный учитель с 40-летним стажем Анна Николаевна кажется окончательно устала. Устала от бездушных и ленивых учеников, от несправедливого начальства и от изменившегося мира вокруг. И когда ее доводят до крайности, она берется за оружие. Освободите заложников. Это же дети. Алексей, в первую очередь, почему в данном случае решили сами взяться за съемки фильма, как режиссер, не научил? Потому что картина, прежде всего, действительно, как высказывание. Откровенно говоря, у меня была попытка, как и во всех своих картинах, ну, проще говоря, нанять режиссера, да, то есть найти единомышленника, который бы смог правильно реализовать эту задачу. Просто в силу занятости, в силу того, что проекты все все равно ведут, начиная от идеи, сценария, режиссура, оператор, со всеми всегда общаемся, все это вместе. То есть продюсирование не просто деньги дать на производство, а как раз-то создать и донести ту самую мысль, которую хочется донести. Ну, училка, да, это такая остросюжетная социальная драма, если говорить не маркетинговым, не рекламным языком, а таким откровенным, то это, да, остросюжетная социальная драма. Вот. Для кинотеатров используются какие-то другие. Я использую криминальный боевик и прочее. Конечно, это не соответствует действительности, и, может быть, в этом есть у зрителя разочарование, когда кто-то идет с настроением на боевик, а получает. Да кто вас боится? На самом деле мы как раз рассказываем про высокое понимание и звание учителя. И наша героиня, которая играет, великая русская актриса, Ирина Петровна Купченко, которую, ну, к слову, если сказать, она не снималась более 10 лет в кино. Прочитав сценарий за одну ночь, вечером мы ей положили на вахту театру, утром она уже была в студии у режиссера, сказал я, это моя история, это мой фильм, это моя роль. Я говорю, хочу, чтобы этот фильм увидели зрители. Я все графики подстрою, как говорится, про гонорары даже не обсуждаю. Ну, то есть на любые условия готовы пойти. Ради самой истории. История, потому что ей понравилось, что это сочетание той важности, которую мы воспитывали в прошлом поколении, и та актуальность сегодняшнего дня, и самое главное, что процент уважения к молодому поколению настолько велик, настолько монологии, которые произносят наши 18 героев в классе, настолько актуальны, настолько, ну, и злободневны, и самое главное, они настолько справедливы говорят свои претензии нам, взрослым, людям, что невозможно с ними не согласиться. И ты понимаешь, что это так важно, когда, ну, наступает тот момент, когда наши дети говорят, вы знаете, что на самом деле вы сами с усами, и нам тоже вам есть что сказать. И когда они говорят, и учитель говорит, так, я поняла, ну, тогда и вы меня послушаете. И тогда происходит диалог. И вот эта стрессовая ситуация, тот холодный душ, который, возможно, ну, только в какой-то, ну, совершенно пиковой ситуации. Вот в нашей фильме мы придумали, что пускай это будет некий пистолет, который, как указка, позволяет людям, скажем так, уравнять права и высказаться каждому. Как бы это его величество револьвер, как говорится, принуждает всех к диалогу. Я могу пристрелить сейчас любого из вас. Все согласились, кроме одного человека, кроме Андрея Мерзликина. Я позвонил своему другу, говорю, Андрюш, вот такая история, ты знаешь. Я на меня говорю, да я понимаю, слушай, я с тобой в огонь в воду, мне вообще ничего не надо ни читать, ни смотреть, я всегда с тобой, но в марте я не могу. Я говорю, Андрюш, мне надо два дня. А у тебя два дня плотных, вот прям только ты будешь работать, 12 часов, но мы зато все сделаем. Не могу, говорит, у меня 38 съемочных дней в марте месяце, ну, то есть день, ночь иногда работаешь, разные картины. Я говорю, Андрей, это недалеко от Москвы, город Королев и так далее. Он говорит, ух ты, Королев, а что Королев-то? Я говорю, ну, там какая-то школа, мы ее нашли, она очень атмосферная, в ней ничего делать не надо, она прям годится, нам ее отдают на каникулы, вот на да-да-да-да-да-да. Он говорит, да, номер 7, что ли? Я говорю, ну, откуда я знаю, какой номер, Андрей. И водитель попросил, говорю, слушай, а не знаешь сейчас, Максим, какая школа у нас была? Он говорит, по-моему, номер 7. Я говорю, Андрей, номер 7. И он такой, да, он родился в Королеве и учился в этой школе. И это все, он нашел с тем проектом, с другими проектами, который разрулил историю, естественно, наши даты, два дня и дали. Рука у меня не дрогает. Неужели вот реально все вот диалоги, вот мы посмотрели там полфильма, да, может, успели, неужели все были прописаны в сценарии, или было место для импровизации какой-то, чтобы у вас все по-другому получалось? Все было прописано, все было отрепетировано. Ну, некоторые моменты мы специально с Алексеем Алексеевичем некоторые фразы хотели, как в жизни, вот я бы это сказал. Ну, прямо, фразы, которые прям выделялись, мы как бы меняли, заменяли. Слово резали. А так очень хороший сценарий, прям современный. Очень классно. То есть, в принципе, мало? Нет, у нас была минимальная импровизация, потому что у нас еще был период репетиций, около месяца, да, мы встречались там раз в неделю. В другой школе. Да, мы, то есть, все это было в школе, мы читали, общались как-то, притирались друг к другу, знакомились. Потом две недели снимали в Королеве, конечно, да. Все это было на стопе. Наши первые съемки, что прям две недели в одном месте. В одной локации, один и тот же зал, у тебя есть свое место, у тебя есть, то есть, все так очень замкнуто. И еще мы не знали, кто будет училку играть. Сначала мы думали, ну, там, что говорили, фамилии, которые, ну, так я и не знал. Да, то есть, как бы, у нас все были репетиции без училки, то есть. Репетиции, репетиции, вот Ирина Мальцевича стала Алла Николаевна, Алла Николаевна, Алла Николаевна, ну, вот, первый съемочный день, мы встаем, и Ирина Петровна... Это было, нет, это было 7 марта, это было 7 марта, помнишь? Да. Когда вы делали звук, делали, всталили, все. Да, 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 Ирина Петровна, сразу, ребята, и мы как школьники встали, сразу такие прям парабели, такой трепет, мы что-то пытаемся как-то напитать. Да, в России, в Театре Архангела, ну, я просто... И такой опыт. И мы понимали, что, как бы, так, 30 того времени, той школы, там, лишнее, какой-то смешок, слово, это может быть лишнее. В мире нет ничего важнее человеческих отношений. Вы все ни в чем, в рот, которые даже не пытаются стать ротом. К чему все это, а? Кто-то умнее стал? Открывай дверь, тварь! Не ищите в училке двойного или тройного дна. Это честное жанровое кино, провоцирующее людей задуматься о конкретном явлении. А уж поддаться на провокацию или нет, решать только вам, уважаемые зрители. Училка, она сделала выбор. Училка, сегодня вам всем второй шанс, потому что она в ответе за всех нас. Мы начинаем. Мы начинаем. Торжественную церемонию награждения. Победителем становится... Вадим Раевский! Спасибо всем, кто терпел меня на этом проекте. Еще одна премьера недели с Андреем Мерзликиным, на этот раз в главной роли, это триллер Олега Осадулина «Зеленая карета». Давно мечтала с вами познакомиться. Вы об этом еще пожалеете. Последняя картина была выдвинута от России на Оскар! Вадим Раевский, известный режиссер, у которого есть все – деньги, красивые женщины и всеобщее признание. Его новый фильм даже выдвигают на премию «Оскар». Казалось, удача сама преследует его, но всегда ли она будет к нему благосклонна? Буквально в один миг его привычный мир рушится. Вадим пытается разобраться в случившемся, но чем дальше он заходит в своем расследовании, тем больше шокирующих подробностей ему открываются. Значит, мир еще услышит Эмираевского-младшего. Я не сомневаюсь. Тут такое дело. Тема с балкона упал. Что? У картины сильнейший актерский состав, в котором, кроме Мерзликина, можно выделить Владимира Меньшова, Яна Цапника, Дмитрия Астрахана, а также женское ядро сериала «Оттепель», Викторию Исакову и Анну Чаповскую. Прилюция на гене. Но у моего сына не было проблем с наркотиками. Он что, вот так вот взял, просто оттолкнулся? Или все-таки кто-то его подтолкнул? У фильма есть отличный актер и интересный сюжет. Единственное, что может смутить, так это фигуры режиссера Олега Осадулина, ответственного за такие опусы, как «Фобос Клуб Страха», «Темный мир равновесия» и «Прости господи», «Корпоратив». Однако, возможно, это были продюсерские проекты, и оценить «Зеленую карету» стоит, как минимум, из-за слов Андрея Мерзликина, что это лучший фильм, в котором он снялся за последние 10 лет, в который, между прочим, были «Брестская крепость», рассказы и масса других интересных проектов. Но выбор, разумеется, как всегда за вами. 26 ноября на него вообще никто не пойдет, потому что анонсов нет, рекламы нет, и я не приезжаю на премьеру с ним, хотя за 15 лет, если отвечать честно, это лучший фильм, который у меня снялся. У него очень неудачное название, но не смогли найти другой альтернативы, кроме как вот в фильме звучит песня, знаменитая песня «Зеленая карета», «Колыбельная», которая легла лейтмотивом всем фильмам, она является смыслообразующим текстом, и, ну, просто подумали, что, наверное, лучше дать… Хотя фильм я назвал бы «Второй шанс». Тоже такая, как бы, зрелищная картина на очень серьезные, умные, важные темы. Но так как все быстро монтаж, музыка, я написал диджей-грув, смотрится красиво, здорово. По крайней мере, вот опыт уже там мы показывали на фестивалях или показывали просто зрителям, смотрится на одном дыхании, зрители выходят и звонят родителям, успеть вовремя сказать что-то спасибо, некоторые звонят своим детям, это что немаловажно. То есть фильм имеет мгновенный отклик здесь, и нет практически… Ну, хочется, конечно, сказать, что нет ни одного зрителя, кто… Ну, конечно, есть там вот, выйдет и там из 200-300 человек один-два выйдет, скажет, Ну, мне кажется, там, ну, типа, ну, это нормально, мне тоже много чего кажется. Мне так все ясно. Что ясно? Почему он это сделал? Ненавижу тебя! Вы мне не папа, и лечить меня не надо. Рядом с тобой есть человек, который тебя понимает. Ну, чего ты хочешь, Вадим? Ну, я хочу знать правду. Только не поздновато ли ты пришел за этой правдой, Вадим? Смотрите кинофреш. И еще запомните, две новых премьеры – фильм «Училка» и фильм «Зеленая карета». Оставьте свои комментарии под хэштегом «Зеленая карета» и хэштег «Училка». Спасибо, до встречи. С вами Андрей Мерзликин. Вот и все на сегодня. Попытайтесь не заблудиться в этом многообразии премьер. Надеемся, что вам все понравилось и вы с пользой приведете выходные. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на канал Vimeo. С вами была программа «Кинофреш». Увидимся в кино. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok